Иоанн 10, 34 Иоанн 10, 34 И Иисус отвечал им Не написан ли в законе вашем? Я сказал, вы боги И вот вопрос Что значит вы боги? О чем идет речь? Видите, тут по-другому никак нельзя сказать Вы князья Вы хозяева Избрали переводчики это слово Оно самое верное То есть человек легко делает себя богом То есть выше его никого нет Я и меня слушайтесь А не то и дальше есть То есть власть бога берет на себя Но бог-то сотворил человека По образу подобия своему И как Что он образ божий? Адам помнил это или нет? Если он это помнил То когда подошел лукавый И сказал, что Ну ешьте будете как боги Он это знал А кем он тогда себя считал? Подобие богу По образу подобия своему У него знаний никаких не было Он же не богослов был Он легко мог подумать Что у меня есть свойство божественное Ну вот Поверил дьяволу И как Иоанн Златоуст говорит Что земля рослилась Это не земля Земля не может рослиться Это человек стал землею Прах ты и в прах возвратишься И тогда вот в этой гордости Что я буду как бог Будете как боги Он хотел сам быть как бог Его Господь свержнул с неба И у него не получилось И теперь он это разыгрывает Вот как бывает Родители неправильно воспитывают детей Дети какие попало Они потом видят Ой, ой, я не там, там, не там Не так А когда состарились А внучат Он на внучатах решил отыграться теперь Воспитать их как надо А что? Не опыта ничего нет И только одно Ешь больше, спи дольше То есть уродует внуков дальше И вот с этой В гордыне-то своей Я не знаю, можно ли назвать гордыня Но вот именно тут подходит Восгордился Сатана топал от гордости И человек решил поднять До самого как бы неба Начал строить башню Это за водами Мы должны рассмотреть Историю человечества А с какой целью они строили? Да небо дайте Как они понимали небо? Стихи пишут о том Что гром гремел И там небо Рот стрелу пускал даже в небо Может быть И было такое безумие Но иные считают так Господь сказал Плодите Размножайтесь И наполняйте землю А они думали Будем когда расходиться У нас в центре есть Останкинская башня Или там какой-то Выше километра В Дубае стоит Тоже вышка какая-то И мы издалека будем Видеть идеи Мы будем жить Зачем нам куда-то идти Земли хватает на всех А уже тогда Можно было Принять То что Господь В человека заложил Вот это чувство Познания нового Путешествия Откуда эти магелланы Все появились Они шли И шли И шли И наконец Господь открывался Им Ну и То что много прошли Открывался новый континент Вот так А стали говорить Что Я господин Вот сейчас Разговаривали господин Господин президент Даже Даже коммунист был Брежнев Там Другой А их тоже Когда ехали за границу К ним обращались Господин Первым секретарем Генеральным Их никто не называл Там Господин А это значит Господь У нас Господин И Господь Разные слова В других языках Там это одно слово Гер значит гер Другого просто Лорд значит лорд Там нельзя к этому подставить Но что именно он Только артикль менялся Там Если этот Конкретно указывающий Вот этот есть И человек Так стало себе Думать А что Бог Я сам все могу сделать Это потому что Церковно-славянский язык У нас 6 Падежей А в церковно-славянском Это 7 Падежей Есть еще Божий А куда Отпасать Божий Бог Бог Нет Бога Дать Богу Думаю о Боге Хвалюсь Богом А Божий Откуда Божий Это звательный Падеж Его сейчас Нет нигде Его не изучают А он сохранился Господь Мой Бог Мы обращаемся А Божий Это звательный Падеж Ну что еще Тут можно сказать У каждого Своё название Высшестоящего Начальника Эти себя Как бы Так и признавали Что это Высшая власть Так и называют себя Мне интересно Еще Называют Какое Высшее образование Высшее Ну какое оно Высшее Когда о Боге Ни слова нет И человек Который в чести Не признает Бога Уподобится скоту Говорит Он как Бог И когда Господь Это Как я смотрю Фильм Иуда Бен Гур Очень хороший Советую Всем посмотреть И когда Пилат говорит Ну ты сегодня Как Бог Для этих людей Потом сразу Конечно Временный И вот есть еще Кама Гридеша Он там Венок на него Как бы держит Идет И венок держит И как Бог И тоже эти же слова Говорят Конечно Как временный Все это проходит А вот Есть такая книга Она считается Одной из самых древних В Библии Где-то граничит Примерно с бытием Книга Иова 38 главе 20 стихе Вот там говорят Ты конечно Доходил до границ Мудрости Что зари И знаешь Где стезик Дома ее То есть Насмешка Как бы Говорит ему Ты знаешь Раз тебя за такого Выдаешь Значит ты знаешь А вот у меня Кошки бегают И они за мной Беспризорно А я их всех Прикормил Я иду по улице Они за мной Кошки Собаки Точно так же Смешно Я зашел В КГБ ФСБ А они дальше В ограду не заходят А у дверей сели Там Большая ограда Ты никто Зайти не может А чьи это собаки Они меня охраняют Вот я их Прикормил Я им сегодня говорю Вот вы за мной ходите Как я за Господом Богом Должен идти Я от него Полную зависимость имею И вы Точно так же За мной Вот я это сравнение Сделал Поняли Не знаю И как Вот Люди разбирают Что такое свет Там тьма Это еще как-то Понятно А где границы А еще границы Ну вот именно Где границы Даже ветер Который нас обдувает И дух дышит Где хочет И голос его слышит А не знаешь Откуда приходит Куда уходит В другом языке написано И ты Слышишь Как ветер жужжит И жужжание его слышишь А не знаешь Откуда он дунул Откуда ушел Речь идет не о духе Духом называется Ветер В немецком языке Стоит винт Прямо Вот Ну вот Речь в этом стихе Не о святом духе? Нет Даже нисколько Даже не о каком духе А речь о ветре идет Во всех оригиналах Ветер стоит А духе Говорит Ты руководишь духами Прямо Слово говорит Творишь ангелами Твоими духов Псалвопейц говорит Ангелами То есть ангелы Четыре Там ветры держат Которые на определенное время В откровении говорится И они управляют Ветрами Духами А где свет кончается? Где тьма? Где граница? Мы же не знаем Вот вроде светает А где конец? В каком месте? В каком метре? Ничего не знаем Вот так и мы Боги Говорят А все время Тремся О врата смерти Поэтому Господь Нас Укращает Смиряет Чтобы Высоко О себе не думали Вы боги Но все вы умрете Как в человеке Дальше об этом и говорит Вот это и есть У нас тема Библейская идет Я поясняю Что Это Не просто так Я сейчас Только час смотрел Там 59 минут Выставка Ярмарка У Германа Стерлигова Какие построены Как пусса У него там Торгуют Люди со всей страны Я смотрю Ни слова о боге Ничего нет Я думаю Вот у нас сейчас 2 июня Будет День деревни Даже сравнить нечего У нас ничего нет Он-то награбил Грабанул там На горе людей Это миллиарды А теперь всаживает туда Ему можно это Менять А мы-то не еще Приехал Одна лопата Ржавая Пока новую не купил На корове Подтаскивали Которые пилили Рядом деревья А у него все Рабочее нанят Он об этом говорит Денег нет Дышит Тогда только в рабы В работники И вот я все Смотрел и думал Вот Ну у нас Один день Батюшка сейчас Был сегодня здесь Отец Аким Позвонил Метрополиту Сергию Алтайскому Барнаульскому Приглашение Я относил Ему Да Говорит Я собираюсь уже Собираемся ехать Я подумал Одна литургия наша Ему за сто лет Этого в глаза Не видать Обманщику Он разрушитель Все неправильно Все еретики Патриархии Все до одного Еретики Да Я просто Я говорю А я Стою сейчас Смотрю И какие мысли Я тогда давай Уцепился опять За свое оружие Стрелять по нему Начал Как стрелять Ну Болиться за него Господи Господи Не дай ему погибнуть Сколько он Перетерпел Сколько у него Соперников было Он убегал Менял квартиры Он о себе Все рассказывает А здесь Хлеб недрожжевой И вот от этого Помешались Печка Но она больше Нашего размера Только и всего А у нас это Каждый день Из своей печки А дальше Это люди приехали И уехали Один кирпичик Который у нас Ну может быть В рубль там Я не знаю Сколько обходится У него 800 рублей 750 Ну и что ты Ну ясное дело Для чего все делается Она там Из льняной ткани Станок Все это Ну и время Некуда деть Нет Я смотрел И думал Я смотрю Завидую я ему Или не завидую Скорблю Я каждый день О нем молюсь Каждый день Поминая его имя Перед Богом Чтобы Господь Обратил его Он покаялся Хотя бы перед смертью Скольких людей Он обольстил Конца края нету И вот там Что-то какой-то Свод Законов При Иване Грозном Было Все неправильно Там неправильно К старобрядцам Прильнул Видимо кто-то денег Попросил Он сразу ушел И говорит А вы незаконные Старобрядцам Я уж не говорю Про католиков Про других Я только стоял И молился Господь Дай мне Любовь к нему Жалься Услышь мою молитву Я гляжу Как На сердце Бог полагает Я тебе дал Тарасе столько Чего ж ты смотришь Там он Сыр какой-то варят Эй Я его не ем Сыр Хлеб у нас есть Я увидел У него Там кто-то Туиски делает Из берез Он 10 лет учился Там делал Она нам и не нужна Обыкновенная Кастрюля Ну и дальше Все это смотрю Что там показывают У него на этой ярмарке И дальше нет Березовый сок А у него На березовом Там береза рядом И не видать нигде Видать Все Вот это откуда С Астрахани Это Орловская Мне понравилось Даргабуш А под Даргабушем Мой отец С Малинской области Попал под бомбежку Руку оторвало Когда ему Вот Это мне когда-то Была возможность Я бы там съездил Сходил на кладбище Где они там были И как кладбище Бомбили немецкие самолеты Вот я все это смотрю И все применяю к себе И думаю Какое чувство У нас-то этого нету Такие корпуса Торговать А у нас другое все Он хозяин И люди приезжают Там нанимаются Там работают Учатся И он всем говорит Что вам этого не сделать Он доказывает Мне понравилось Как он обманывает Интересно людей Вот он говорит А кшеницу А надо самому сеять Нет Не такая Какая Молодь будет Она должна быть Ну и все Да соль А соль это нет Если у тебя все правильно Но в одном месте Не так Уже ничего не будет А соль это только В одной шахте добывается А где Ну я сказать не могу Да вообще Он знает соль Ну скажи Я тебя люблю Герман Ну скажи Мне хоть там все Чтобы как Ну это как Не думай про шкуру Убитого медведя Слышали этот рассказ Мужику рассказали Как быть богатым А ты Говорит Ребятишек У жены Своё дерьмо Возьми Говорит Большую посудину И На печку И поставь Через неделю Оно превратится В золото Но только одно условие Когда будешь Закрывать шубой Не думая о шкуре Белого медведя Вот не сказали бы Он и не думал Но ему специально сказали Он только думает Как бы не думать Ну а как ты прикажешь-то Он лезет И думает Только бы не думать Ну и каждый раз Вот у него точно Такие же ставят условия Ничего не сделать Ну делай-то миллиарды Не миллионы А миллиарды Наворованного Я прошу господи Открой ему истину Библия неправильно переведена Он против Библии Просто лютует Все неправильно А вот там На каком-то языке Мошенник Я его называю Разрушитель И все же время Молюсь У Бога Вызываю чувство К нему Сожаления и любви Чтобы он не погиб А он Один раз Обо меня спросили Он сразу Еретик Раскольник И все Не видал Не считал Ничего не знает То есть Он не терпит Даже в мыслях Даже в другой области Что кто-то может Больше его Знать или делать А он ничего не знает Раз Библию отвергают Он ничего и не знает Он все это Как старобрядцы Говорят Перепортили Никаньяни Вот такой ответ Во второй книге царств Два четвертая Голова Тринадцать стих Написано И пришел гад К Давиду И возвестил ему И сказал ему Избирай себе Быть ли голоду В стране твоей Семь лет Или чтобы ты Три месяца Бегал от неприятелей Твоих И они преследуют тебя И чтобы в продолжении Трех дней Была мировая язва В стране твоей Теперь у судьи решишь Что мне отвечать Пославшему меня То есть Наказание выбрать себе Но в другом месте Первый Парри Паминон Двадцать первый Двадцать первая глава Одиннадцать и двенадцать И пришел Гад Давиду По другому тут сказано Да И так говорит Господь Избирай себе Или три года голод Или три месяца Будешь ты преследован Неприятелем твоим И меч врагов твоих Будет достигать до тебя Или три дня Меч Господень И язв на земле И ангел Господень Истребляющий Во всех пределах Израиля И так рассмотри Что мне отвечать Пославшему меня Со словом Почему между книгами Существуют Такие разночтения Ну почему Ответ Конечно Мы можем дать На основании других мест Вот это четыре У нас Евангелия Вот слово Я вставки делаю Сегодня там Я ролик один закачал В Москве Решили узнать Как москвичи верят И вот она подходит Так вы христианин Если не христианин Они идут дальше Я православный Православный А Евангелие Считаете? Ну да Наверное Библия точно А сколько евангелистов? Кто назовет четыре То два То один Не могут И много так это Я этот ролик выставлю У меня Посмотрите тогда его Не могут назвать И главное В любом порядке Но не как Матфея И вдруг какой-то Черный человек стоит Да я верующий Но видно Раз он назвал А сам не видно Что Как чугунок И он право называет Матфея, Марка, Луки и Иоанна Вот Вера Вот патриарх говорит Там 75% Ну какие проценты-то Ну ничего не знают На 300 человек Которые считают Крещеные Только один Что-то знает 0,3% Ну и вот выбирай Так это Никаких других вер не берет Только свои Которые Патриархийные Вот почему Такая разница Нас здесь задел Это примирить Места эти Менять мы ничего Не можем А вот и ответ Давайте мы прочитаем Разные места События очень известны Воскресение Христово было Матфея 28,1 Он говорит По прошествии субботы На рассвете Первого дня На рассвете Пришли Мария Магдалина И другая Мария Посмотреть гроб На рассвете Марка 16,2 И весьма рано В первый день недели Приходит как гроб При восходе солнца Можем подумать Что-то совсем по-другому А Лука 24,1 Говорит В первой же неделе Очень рано То есть Полная тьма Иоанн 20, глава 1 В первый же день недели Мария Магдалина Приходит как бы рано Когда было еще темно При восходе солнца И темно Это явно что О разном говорят Примирение этих текстов Святые объясняют Как Иоанн 20, очень простое Что Мария Магдалина Прибегала к гробу Несколько раз И в разное время Она сказала Там Испугалась И прочее И вот и здесь Так же Сколько раз Гад приходил Гад это Имя пророка К Давиду Иоанн 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 21,25 Мы можем прочитать Если бы писать О том подробно То думаю Самому миру Не вместить бы Написанных книг Вот в Библии Особенно Псалтире Написано Когда Бог Говорит Слово свое Это значит Он предупреждает Как бы Натягивает лук И приложил Стрелу на тетиву Но стрела Еще не пущена Бог ожидает Раскаяния Изменения Человека Он предупреждает Его этим Это видно Когда Бог Предупреждал Жителей Земли Когда готовился Потопить Все Давал время Говорит Да будет Леты 120 Но видя Что люди Не раскаиваются Только хуже Делаются Он сокращает На 20 лет И тогда Наводит потоп Вот 70 лет Были в плену Говорят Что добавлены Были 2 года Раскаяния Не дошло Может быть Последние 2 года Определенно Сколько И чего И как Бог сократил И бытие 6.3 Считаем Сказал Господь Бог Не вечно Духу Моему Быть Пренебрегаемым Человеками Сими Потому что Они Плоть Пусть Будут Дни Их 120 лет Так Могло Быть И с пророком Гадом Вначале Сказал Бог О 7 Годах Обидеть Сокрушение Давида Он уменьшил Угрозы И все Никакого Противоречия Нигде Нету Бог Предлагает Даже Выбрать Три вида Наказания Это очень редкий Случай Такой И Давиду Казалось Раз меч Будет достигать То есть Ранить его Но люди Это ни при чем Нет Лишь бы в руки Господа Попасть На руки Людей Бог Может Сжалиться А человек Мстительное Творение Вот так Так что Я Когда первый раз Считал У меня Даже возражений Не было Никаких Нет Не заметил Я даже И не заметил Что А когда Дальше Стал считать Я гляжу Разница Есть Стал сравнивать Я сразу Кинулся В другие Переводы Переводы На немецкий На английский Там Славянский Какие у меня Были Библии Посмотрел Нет Везде Одинаково Написано Семь И три А в чем же Дело А потом Когда Златоуст Стал считать Вот это Толкование Ублаженного Фепилакта Четыре Евангелиста И все По-разному Говорят В воскресении Христов А вон Она Какая штука Но что Это Ошибка Или что У меня Почему никогда Мысль Эта не возникала Вот я сейчас Как эпиграф Беру К событиям Дня Какие Что Рожденный От Бога Не грешит А дальше И не может Грешить А у нас Грешный Грешный Супергрешный Если говорить Что не грешит То лжо Делает Бога Лживым Да как Момент Перехода От смерти В жизнь Верующий В Сына Божий Имей Жизнь Вечер Я получаю Документ Мы все Много Согрешаем Согрешаем И для этого Бог дает Покаяние Это Первоначальные Шаги А почему Апостол Павел Дальше Нигде Не говорит О том Чтобы Господь Ему Простил Этот грех Какой-то А почему Он прощенный Уже А у людей Веры в это Нет И начинает Он паниковать Я похвалил Духа Святого Плачет Уже смерть За плечами Он в отчаянии Надо сказать ему Если ты каешься То значит Дух Святой Не покинул И когда Давид Совершил Два смертных греха Он прямо говорит И Духа твоего Святого Не отними от меня 50-й Псалом Не отними Это очень просто Златоуз говорит Что он его не отнял Он не говорит Возврати Вот так Сейчас вопрос Чуть не по теме Просто чтобы не забыть Да Пожалуйста Вот если Приглашают На поминки И ты знаешь Что там будет алкоголь Лучше не ходить Правильно? Конечно Даже алкоголя Никакого не будет Зачем? Если это не верующие Меня пригласили Пригласил один человек Очень верующий И говорит Там на работе Несчастье случилось Женщину там задавило И пойдемте на похороны Там вы скажете проповедь Когда зашел Я посмотрел обстановку Я не мог сказать Ни одного слова Я вот тогда говорю Вышли когда Я говорю Иван Данилович Тут абсолютно невозможно говорить А почему? Ну как почему? У них забота Как скорее закопать И сесть за стол А то вот смерть Смерть мне напоминает О смерти А для других Она не напоминает Надо скорее комнату Вымыть После этого Зеркала эти все Заставленное Завешенное В порядок привести Ну вот так Я говорю жене Я говорю Мы дома помолимся О бабушке твоей А не пойдем туда Нет 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 Делать нечего Ну если это близкий Человек верующий Это тут уже Просто там Что там Я знаю Что там И неверующие Среди них И там алкоголь будет Что толку нам быть А вот на кладбище На кладбище лучше Там можно сказать Там приходят люди С завода Отовсюду Никакой выпивки нету Там закапывают могилу Еще прощаются Там легче сказать А вот дома нет Это другая обстановка Да Я вижу у нас люди ходили Тут сестра умирала Когда и Дома там еще скажешь А там проповедь Можно сказать Конечно Упомянуть о смерти Когда у нас Погиб Юноша один Тут 15 лет Потеряевки Я Говорил проповедь Прямо здесь Почему Все верующие Все Все знают Все жили Тут уже родители Ну тут Вопрос другой А так Следующий вопрос Где написано Что Христос Сошел в ад И проповедовал там И кому проповедовать Если за смертью Нет уже покаяния Вопрос конечно Поверхностный Люди много не знают Вот есть Нужно просчитать Первое послание Петра Третья глава 18-21 стих Глава стиха Всегда двоеточием Должна быть А у православных Через запятую Но интересно Симфонии Когда они выпускали Даже революционные Через двоеточие Вот что это такое Не знаю Написано Потому что Христос Чтобы привести нас К Богу Однажды пострадал За грехи Наши праведник За неправедных Был умрещен По плоти Но ожив Духом Тело во гробе А Дух Как душа человеческая Которым он Которым С маленькой буквы Находящимся В темнице Духом Сойдя Проповедал Духом Душам этим Дух и душа Это одно и то же Некогда непокорным Ожидавшему Божье долготерпение В одниное Во время строения Ковчега В котором немногие То есть Восемь душ Спаситель от воды Так и нас Ныне Подобное Сему образу Крещение Ни плотской Ни чистоты Омытия Но обещание Богу Доброй совести Спасает Воскресением Иисуса Христа И у Петра В первом послании Четвертый глав Шестой стих Говорится Ибо для того И мертвым Мертвым Не духом Каким-то Было благовествуемо Чтобы они Поддержившись суду По человеку Плотью Жили по Богу Духом Да когда гроба Покаяния нету А мы ничего Больше не считаем Они ничего Не знали об этом О Христе Ничего не знали И поэтому Раз они не знали Поэтому они Теперь узнали Вы знали Что он умер За их грехи Я думаю Так именно Говорено было О том Вы признаете его Что он спаситель Ваш грех понес Конечно Он их и вывел Вот так Ну можно прочитать Еще и Фестиан 4 4 8 стих Посему сказано Вошед на высоту Пленил плен И дал дары Человекам А какой плен Вошел на высоту А вошел на высоту А принял плен Плен где был Ниже Ниже Это непорядок Описано Какие действия Пленные которые были Дьявол Похитил душ А теперь он их пленил Плен взял И у Луки 7 глава 20 стих Они придя К Иисусу Сказали Иоанн Креститель Послал нас К тебе Спросить Ты ли тот Которому должно Прийти Или другого Ожидать нам Считается Что речь шла Именно Об ожидании Христа В преисподней Когда он Решит силы Дьявола И выведет Пленных Он не мог Вывести Пока не решили Дьявола Его сосуды были Евреям 2.14 Как дети Причастны плоти И крови То и он Иисус Так же воспринял Оные А Девы Марии Дабы смертью Лишить силы Имеющую державу Смерти То есть Дьявола И псалом 6.16 Ибо он сокрушил Врата медные И верея Железные Сломил Все Вот он проповедовал И вывел души Иоанн Затаус Это обыгрывает И говорит Когда первые души Были выведены И в рай входят И видит тут разбойник А ты зачем пришел Воровать сюда Нападает на него Ну вот так Понятно Ну получается Христос Вот как в тюрьму Человек Он зашел И сказал Я взял ваш грех На себя верите Кто сказал Не верю Тот остался А кто сказал Верю Вошел Такой пример И приводят проповедники Он сказал Это как мужчина один Что ему там Не заладилось Домой нести Яблоки Два мешка Ну Куда девать Подходит Он решил их Прямо раздать Сколько стоит Да нисколько Даром берите На него смотрят Как на ненормального И все отходят А он видит Там ребятишки Играет Он крикнул туда Ваня иди сюда Тот подошел А меня не Ваня звать А меня Шура зовут Это Александр Ну Шура давай Бери Яблоки Он взял А можно Я позову сестренка У меня Нюрка здесь Он говорит Можно Он побежал Ребятишкам Сказал Они как воробьи Кучей налетели Мигом мужика За пазуху Везде Толкали И все Вера Они верующие Подходили люди Это ушли ни с чем И яблоки хорошие были Я бы взял Ну вот так И яблоки хорошие были